Девчата, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таня. Сегодня я решила для вас записать видео такое, скажем так, на осеннюю тематику. У меня здесь вот такая огромная корзина, тяжелая. На самом деле я редко так делаю, но решила на осень отложить косметику, которую я хочу использовать именно осенью, либо которую я хочу как-то добить, либо про которую я забываю. В общем, у меня очень много косметики, мне было очень сложно сделать свой выбор и остановиться на каких-либо продуктов. Но давайте я вам расскажу, что, почему и как. Ну, первое, конечно же, я пользуюсь круглогодично. Это вот такой фиксатор от NYX. У меня это Matte Finish, 60 мл, если честно. Я пользуюсь ему очень давно и мне еще надолго его хватит. Как я его использую? Я его использую вместо базы на все лицо до макияжа и также после. Что-то у меня тут тушь, что ли, потекла. Вот, поэтому очень мне нравится. Что касается теней, давайте сразу вам покажу. У меня здесь будут три палетки теней, которые я решила, что они у меня будут идеально подходить на осень. Первая это Zanuts от Maybelline. Я пользуюсь ей именно осенью. Почему-то именно осенью я ее люблю, потому что здесь золотистые такие бежевые оттенки, которые, мне кажется, характерны на осень. Очень, по примеру, для меня так. Вторая палетка это новинка у NYX. И также моя любимица это NYX Lingerie. Это матовые такие осенние оттенки. Я уже показывала вам в видео. Классные вообще цвета. И они как раз-таки осенние. И последняя палеточка это Wet n Wild. Это вот такая трешка. Я про нее постоянно забываю. Затемные оттенки 380B. Вот. Это что касается теней. Дальше давайте поговорим о контуринге. Здесь я выделила три продукта на осень для себя. Первая это MAC Harmony. Это румяшки, которые мне не совсем нравятся. У меня уже они практически заканчиваются. Тут не видно на камеру, но здесь уже видно. Просто хочу их добить и избавиться от них. Вторая это стик тональная основа Mineral Stick Foundation от NYX в оттенке 11. Очень идеально для контуринга. Мне нравится этот оттенок. Он тепловатый такой. Но на осень это хорошо, что он такой тепловатый. Не смотрится рыжим. И это вот такая трешка от Golden Rose. Здесь три оттенка. Вот эта пудра, бронзер и скульптор. Я использую только скульптор, а бронзер слишком рыжий, а скульптор идеальный. И по качеству я его могу запросто сравнить с Анастасией Бевли Хиллса. У них очень похож прям и оттенок, и стойкость, и пигментация. Немножко этот пылит, но в целом да. Румяшки. Я выбрала двое румяшек на осень. Вообще в последнее время я полюбила очень румяна. Первая это Mary Kay. Это называется King He. Первый такой несвойственный для меня цвет румян персиковый. Персиковый золотистый. И когда я использую их, я не использую хайлайтер, потому что здесь достаточно шиммера, и он такой, знаете, делает личко холеным. Мне это нравится. И вторые румяшки Like Doll от Pupy. Вот такой потрясающий тоже шиммерный цвет. Это оттенок 105. Так, мне уже некуда тут складывать все это. Следующее это хайлайтеры. Здесь у меня два хайлайтера. Один кремовый, один, ну, жидкий, один сухой. Давайте покажу. Сухой это классика. Это просто классика жанра Artvisage 120. Номер золотистый, красивый оттенок. И второй это новинка от NYXA Wayway Glow в оттеночке 02. Это розовый вот такой красивый цвет, имеющий удобный аппликатор. Люблю этот хайлайтер, вообще классный. Так, следующая база под тени. Я добиваю Color Tadot Maybelline в оттеночке 91, по-моему. У меня она уже все, она уже подсыхает буквально на пару раз. Так, следующая для бровей. Для бровей я выбираю три продукта. Карандаш от Artvisage 407 номер. У меня уже он на исходе. Но это идеально мой карандаш, идеально мой цвет. Я его обожаю. Гель Artvisage новенький достала. И помадка Anastasia Beverly Hills Medium Row. Это тоже мой идеальный цвет. Вот здесь можете видеть, как я его обожаю. Два тональника, две тональные основы, два тональника. Хотела сказать, первый Artvisage 201. Я его добивала, у меня осталось не так много. 201 светловатый мне, но нормально все-таки подходит. И Bourjois 54. На осень мне будет идеально, на зиму будет темноватый. Поэтому достала его. Это мой самый-самый любимый крем. Для сухой кожи он идеально подходит. Если у вас сухая кожа, эти два тональника, это просто маст хэвы. Два консилера. У меня все по два как-то. Первое, это моя новиночка, Dr.Pierica Lumia Expert 3 в 1. На самом деле, я сначала думала, это крем для глазок, потому что смотрите, какая у него такая вот подушечка, такая металлическая. На самом деле, это консилер, который охлаждает. То есть, вы наносите в область под глазами, у вас еще он работает как крем, потому что тут и крем, и консилер, и еще что-то. Третье, от усталости, морщин и темных кругов. И второй, это от Kika. Вот такой, с кисточкой, как у Yves Saint Laurent, и многих других фирм, в 0,2 оттенке. Неплохой тоже, мне нравится. А что касается туши, сейчас у меня вот такая Шанель миниатюрка. Я ее обожаю. Просто это одна из самых любимых тушей, которые мне подходят, которые, знаете, вот обычно с тушью история какая. Сначала вы краситесь ей новой, если она вам, она не очень нравится, она такая жидковатая, вот с этой такого нет, она нравится сразу. И вторая, это Bourjois Volume Glamour Push Up. Что мне в ней не нравится, что она набирает очень много продукта. У нее достаточно большая кисточка, но она делает шикарный объем, и она вот прям вот такой драму делает, драму. И остались здесь помады. Конечно же, куда без них. Помад у меня очень много, я их обожаю. И этой осенью я выделила для себя следующие оттенки. Первое, это, я потом уже посмотрела, что они просто идеально подходят. Карандаш и помада от Golden Rose. Карандаш в оттеночке 511. Смотрите, вот такой цвет. Помада в оттенке 19. Вот, они практически, ну, чуть-чуть отличаются, но в жизни менее, чем на камере сейчас. Следующие две помадки от Estrat. Первая, это помадка в 305 номере. Это помадка глянцевая, такая немножко полупрозрачная, не наглухоматая, она такая, знаете, что-то кремообразная. Ну, не кремообразная даже, желейная, желейная помадка. А вот это стойкая губная помада. Потрясающе красивая в 115 номере. Я на них уже делала пост в Инстаграм. Они потрясающие, мои любимые. Вот эти две от Estrada вообще меня просто покорили. И последнее, это моя любимая ценница NYX Linger. В оденке 15. Booster. Buster. Buster. В общем, 15 номер. Это моя любовь. Давайте тоже сделаю на нее swatch, потому что мне она очень нравится. Нежный, матовый, красивый оттенок. Как-то все матовое у меня получилось, кроме одной. Но, тем не менее, вот это мои фавориты на данный момент. Даже не то, что фавориты, а то, чем я буду пользоваться осенью. То, что вы увидите на мне в ближайших фото и видео. Поделитесь своими любимчиками на осень. Мне будет очень интересно. Спасибо, что вы были со мной. Всех целую. Всем пока-пока.